С наступлением весны каждый год становятся актуальны проблемы отлова безнадзорных животных. То зоозащитники атакуют центр передержки, то возникают вопросы к распределению средств, их не хватает, а то вопросы есть к тем, кто отлавливает их методом. Этот год не исключение, даже с учетом того, что в силу вступил федеральный закон о жестоком обращении с животными. В этот раз у зоозащитников есть вопросы к Ивановскому району, есть и недопонимания. Так выглядит собака после якобы отлова. Животное на видео сняли неравнодушные жители Куликова. Видно, что пес умирает. В этот момент неизвестные зачищали с улиц других собак. Убрали в багажник этой легковушки и увезли в неизвестном направлении. Попиющая история возмутила Яну Молчанова. Полтора года назад мы рассказывали в нашем сюжете историю ее и ее собаки, которую отловили, усыпили и с тех пор следов животного найдено не было. Яна атакует полицию и прокуратуру, но справедливости добиться не может. За полтора года женщина тщательно изучила законодательство и теперь держит руку на пульсе каждой ситуации, где правила отлова нарушают. Свидетель попросил открыть машину и показать собак. Тоже это не было сделано. И все мы понимаем, что, наверное, собак уже нет в живых. Потому что на следующий день я позвонила Исаеву и спросила, где я по просьбе местной жительницы могу найти ее собаку. Мне ответили, что собак ночью увезли в Белгород. Но это издевательство. Выяснилось, что по контракту на отлов 26 особей в районе работает белгородская компания «Фауна». Им заплатили 126 тысяч рублей из областного бюджета. В процессе отлова животных присутствуют, как правило, специалисты сельских администраций, которые фиксируют факт наличия отловленных особей, подписывают соответствующий акт. Затем, когда фирма увозит собак на передержку, у нас в условиях контракта есть информация о том, где они передерживают. Есть ветеринарное свидетельство. Они прилагают к акту, где собака была осмотрена, и что в дальнейшем ее судьба. Уже ветеринар принимает решение, если собака больно опасно, ее, соответственно, усыпляют. Если она в хорошем состоянии, ее выпускают в среду обитания. По мнению главы Ивановского района, собак, отловленных здесь, после всех процедур должны выпускать в Белгороде. А будут ли рады местные, что к ним хвостатых везут со всей страны? Да и расстояние огромное, до пункта передержки тысячи километров. Животное не может находиться в закрытом постранстве вообще больше четырех часов. Это норматив. То есть больше, чем оно будет находиться там, это уже называется жестокое обращение с животными. Ни воды, ни пищи. Ну, самое представительное, фургон. Собака-то за это время умрет. А это 245-я статья сейчас. Но выпускать животных, вопреки мнению Сергея Низова, должны на прежнее место обитания. Значит, в теории псам предстоит еще одна дорога обратно, видимо, в той же легковушке. Всем, кроме агрессивных, они останутся в Белгороде навсегда. Удивительные техзадания к контракту. Оно даже не предусматривает стерилизацию. Только транспортировку до места содержания 10 дней и осмотр ветеринара. И чиновники должны понимать, что уже, ну, просто так, заключив договор и не соваться туда. Вот я отдал деньги, и что там трава не растет, такого не получится. Я всегда говорила, нужно вместе. Чиновники, общество и тот, кто ловит. То есть надо все вместе быть в одной упряжке, чтобы эту проблему решить. А не решать каждой свою задачу. В 2016 году они в своем городе, в своей области по суду были запрещены, потому что у них не было ни там, где содержатся животных, и они нарушали все законы. То есть об этом знали все. Я позвонила сразу же главе Ивановского района Низову и предупредила его о том, что они заключили договор с таким подрядчиком, который нарушает у себя, а не то, что у нас. Попросила его, чтобы он проконтролировал. Он мне это пообещал сделать. Никакой информации об отловленных животных, кстати, в нарушении закона, подрядчик не размещает. У белгородской фауны даже сайта нет. Зато есть тысячи недоброжелателей по всей стране и очень плохая репутация, в том числе и в нашем регионе. Глава компании и вовсе в интернет-списке живодеров России. Тогда методика была Детелин. То есть эта методика была, они больше ничего не делали, а им-то негде передерживать, у них нет ничего. У них нет ничего. Тем более четко запрещено отлавливать. Это и в старых правилах. Отлов и содержание. То есть оно само. Отлова не должно быть, если нет содержания. Они это забывают. И закон-то как раз четко здесь указан, что содержать нужно. И после содержания отпускать на прежние места обитания. Контракт с фауной уже закрыт. Подрядчик справился за две недели. И нареканий у мэрии Ивановского района к ним нет. 5500 рублей на одну особь отработали. В областном центре на субподряде приют «Майский день». Деньги совершенно другие. 4 миллиона 600 тысяч рублей в год. Отловят больше 600 хвостатых. Это в два раза больше, чем в 2018. Отлов фиксируют на видеокамеры. На сайте мэрии и приюта информацию размещают. На сегодняшний день, с начала 2019 года, порядка 50 животных уже отловлены. Значит, все животные прошли стерилизацию, кастрацию. Значит, методы отлова таковы, что мы сначала их отлавливаем, 10 дней содержим в пунктах временного содержания на предмет выявления бешеных и болезненных животных. Далее кастрация, стерилизация, 14 дней передержка после операционного содержания и выпуск естественной среды. И казалось бы, какие вопросы могут быть к Ивановскому району? Они расторговали контракт. Кто предложил стоимость услуг дешевле, тот его и выиграл. Тот будет собак ловить. Но с точки зрения здравого смысла получается полный абсурд. Если в Белгород будут свозить собак со всех регионов, там будет один большой приют. Да и за тысячу километров не наездишься и не проверишь, сколько собак туда отвезли, сколько привезли и в каком состоянии они находятся. Вот и получаются мертвые собачьи души. Никакого контроля. По крайней мере, до января 2020 года, пока в силу не вступят нужные статьи федерального закона. Не все псы попадают в рай. Какие-то попадают в пыльный багажник. Легковушки службы по отлову. Легковушки, которая едет в Белгород. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иванова.